Всем привет, с вами Валентина и как вы поняли по названию видео, сегодня будем готовить простое, вкусное и без лишних заморочек новогоднее меню на семью из четырех человек. И при этом это меню сильно не ударит по вашему бюджету. Давайте разберемся с закупкой продуктов. Часть продуктов я закупила через приложение Пятерочка. На первый заказ у них идет очень хорошая скидка в 25%, которая действует при заказе от 1000 рублей и скидка 400 рублей на первый заказ от 1500 рублей. Я воспользовалась вторым вариантом. Я заказала филе грудки, лук репчатый, яйца, майонез, кефир, молоко, масло сливочное, бекон, лук, укроп и петрушку, мандарины куда же без них, шампиньоны, шоколад, который уже отведали мои детки, но мне этого хватит за глаза. И чтобы добрать 1500 рублей, мы купили колбасу чисто на бутерброды, морковь потому что закончилась, но в меню эти продукты не войдут. Сумма заказа составила 1562 рубля, сумма доставки составила 99 рублей и скидка составила 400 рублей. Неплохо, правда? Поэтому регистрируйтесь в приложении Пятерочка, пройдя по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Делайте свой заказ и обязательно указывайте мои промокоды на скидку. Остальные продукты куплены в других магазинах. Это голень индейки весом 1 килограмм, крабовые палочки, вареная сгущенка, консервированная кукуруза, сыр, бородинский хлеб и томатная паста. Также в закупку вошла картошка, сметана, печенье и селедка, но так как мы купили эти продукты позже, я просто забыла снять это на видео. Такое тоже бывает. Давайте начнем с приготовления торта без выпечки муравейник, так как ему нужно время на пропитку. Готовится он за считанные секунды, а результат потрясающий. 500 грамм печенья у меня юбилейное, разламываем на небольшие кусочки и пока убираем в сторонку. В отдельную емкость выкладываем вареную сгущенку 360 грамм, 100 грамм размягченного сливочного масла и 2 столовые ложки сметаны. Сначала перемешиваем лопаткой, а затем пробиваем миксером до однородности. Выкладываем в подготовленную смесь частями печенья и хорошо перемешиваем. Затем на подходящую тарелку выкладываем ложкой горку, похожую на муравейник. Сверху посыпаем натертым на мелкой терке печеньем и шоколадом. Вместо шоколада можно использовать для посыпки мак и убираем в холодильник для пропитки. Торт должен стать мягким. По весу торт вышел чуть больше 1 килограмма. Приступаем к приготовлению салата. Небольшими кубиками режем крабовые палочки 220 грамм. Затем крабовым палочком добавляем столько же консервированной кукурузы. Пока убираем в сторонку. В отдельную емкость разбиваем 2 яйца, солим и перчим по вкусу, перемешиваем до однородности. На разогретую на среднем огне сковородку с добавлением небольшого кусочка сливочного масла выливаем половину яичной массы, равномерно распределяя ее по сковороде. Жарим на медленном огне до готовности с одной стороны, а затем с другой. Со второй половиной яичной массы делаем все то же самое. Когда яичные блинчики остыли, скручиваем их в трубочки и нарезаем по всей длине тонкими полосками. И отправляем эту красоту крабовым палочком и кукурузе. Также выдавливаем пару зубчиков чеснока, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. Если необходимо, то подсолите. И сверху украшаем порезанным укропом. Нарезаем на кубики шампиньоны 150 грамм, мелко режем репчатый лук. На разогретую на среднем огне сковородку с добавлением небольшого количества подсолнечного масла выкладываем репчатый лук и обжариваем до золотистого цвета. После отправляем к луку шампиньоны, подсаливаем, перемешиваем и накрываем крышкой и немного тушим. Затем крышку снимаем, газ немного прибавляем и обжариваем шампиньоны до золотистой корочки. 300 грамм отварного куриного филе и 3 соленых или маринованных огурца нарезаем на небольшие кубики и выкладываем в салатник. Также выкладываем обжаренные шампиньоны. На мелкой терке натираем 3 яйца и примерно 50 грамм сыра. Немного подсаливаем и добавляем майонез. И все хорошо перемешиваем. В отдельной емкости натираем на крупной терке примерно 100 грамм сыра. Столовой ложкой набираем небольшое количество готового салата, формируем из него шарики и обваливаем в сыре, немного прихлопывая его руками. Выкладываем на подходящую тарелку и украшаем зеленью. На горячей у нас будет обалденная голень индейки, запеченная в духовке. Голень хорошо промываем, просушиваем и делаем проколы вилкой по всей поверхности голени. Мне в этом помог муж. Добавляем специи, соль и черный молотый перец и растираем по всей поверхности. Подготовим маринад. В емкость выливаем примерно 500 грамм кефира, добавляем 2 столовые ложки томатной пасты и выдавливаем 2-3 зубчика чеснока. Перемешиваем. Большую луковицу или 2-3 средних нарезаем полукольцами. Заливаем голень подготовленным маринадом и сверху выкладываем слой лука. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на ночь. Но чем дольше маринуется, тем будет вкуснее. По возможности поливайте сверху маринадом. Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, а голень освобождаем от лука. Выкладываем на дно слой промаринованного лука, дальше на этот слой выкладываем голень. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 1,5 часа. По готовности голень поливаем готовым соусом и опять отправляем в духовку на 20-30 минут до ее подрумянивания. Посмотрите, какая получилась красота. Мясо получилось нежнейшее и просто тает во рту. А на гарнир, не удивляйтесь, я приготовила обычное картофельное пюре, без которого в нашей семье не проходит ни один праздник. Промытые и просушенные куриные филе нарезаем на не очень тонкие полоски. Солим, добавляем немного паприки и перчим по вкусу. Специи хорошо распределяем по поверхности и оставляем так на 15-20 минут. По истечению указанного времени берем бекон, на бекон кладем куриную грудку и заворачиваем в рулет. И так делаем со всеми кусочками. Рулетики выкладываем на разогретую на среднем огне сковородку, но смазывать ее ничем не надо, так как жир от бекона сейчас начнет вытапливаться. И обжариваем рулетики со всех сторон до румяной корочки. Такие рулетики вкусны как в горячем, так и в холодном состоянии. Но как же обойтись без селедочки на новогоднем столе? Бородинский хлеб нарезаем на кусочки и немного обжариваем их с одной стороны на подсолнечном или оливковом масле. Три отварных яйца натираем на мелкой терке. Заправляем майонезом и перемешиваем. Нарезаем зеленый лук. Каждый кусочек хлеба намазываем слоем из яичной массы с майонезом. Дальше выкладываем слой зеленого лука и сверху выкладываем кусочек предварительно очищенной и порезанной селедочки. Вот такое вкусное и несложное в приготовлении меню у нас получилось. А в следующем видео мы с вами приготовим советское новогоднее меню. Вспомним как это было. Поэтому, чтобы не пропустить выхода видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о выходе видео. За лайк обняла. Всем пока-пока.